Привет, бои-скауты, с вами Кьюбайт. Я тот человек, который до сих пор ждет тизер Человека-паука 3 в декабре, как Sony обещали. В октябре на бразильской выставке ExpoSign исполнительный директор по маркетингу Sony Pictures Entertainment Камила Пачека сообщила, что первый взгляд на Человека-паука 3 состоится в декабре 2020 года. До конца года осталось меньше двух недель, а тизера мы до сих пор не видели. Это означает, что тизер или прибудет до Рождества, или в само Рождество максимум, потому что после этого американцы не работают, ничего не выкладывают, такая у них традиция. Или тизер перенесли попросту на январь или февраль следующего года. Съемки фильма по-прежнему ведутся и график сохраняется, ничего не выходит за рамки. Но учитывая, сколько всего придется показать в этом фильме, если опираться на новости, которые появляются в последние недели, а именно добавление злодеев и персонажей из других франшиз, то фильм может попросту не хватить времени на реализацию этого фильма. Они закончат съемки, возможно, к весне полностью. Скорее всего, графика уже сейчас дорабатывается, уже сейчас идет разработка костюма, разработка порталов для третьей части, и вообще вся эта мишура с мультивселенной, которая произойдет, по слухам, в третьей части фильма. Но так или иначе, даже больше полугода на создание такого сверхбюджетного масштабного фильма, на мой взгляд, очень мало. Посмотрим, успеют ли. Но в октябре еще Камила Пачека заявила, что дата выхода остается прежней, это 16 декабря 2021 года. То есть до фильма осталось меньше года. А я напомню, что в 2021 году выходит еще 6 фильмов Марвел, и это не считая сериалов. Да, стоит добавить, что под Марвел фильмами я подразумеваю и Морбиуса, и Венома 2, поэтому получилось 6 фильмов. Они тоже выйдут в 2021 году и также будут тесно связаны с вселенной Человека-паука, если не с полностью киновселенной Марвел. Однако есть и позитивные новости касаемо тизера Человека-паука 3 в этом году. Испанский твиттер-аккаунт Paramount написал, что Марвел дарит нам свой рождественский подарок, и это коробка, которую если мы откроем, то получим 3 Человека-паука 21 века в одном фильме. Естественно, они говорят о Человеке-пауке 3, но они написали, что это рождественский подарок и коробка, которую мы должны открыть. Возможно, это отсылка или намек на то, что 25 декабря, это американское Рождество, то мы сможем получить хоть какую-то информацию, даже если не тизер, то какие-нибудь официальные новости о том, что будет происходить в фильме. Потому что пока все то, что появляется, это, да, надежные источники, но это не официальное заявление Sony. Если вы, как и я, волнуетесь о судьбе Человека-паука Тома Холланда, то можете чуть-чуть сбавить обороты, так как есть и положительные новости. Если исходить из инсайдеров, а это The Geek Worldwide, это Дэнли РПК, более-менее надежные источники, это вам не сайты желтушные, которые пишут вообще новости и с головы придумывают, я так тоже умею. Но более-менее они надежны, они сообщают о том, что часть мультивселенной, вот эти злодеи, которые еще прибавились в этом ролике, я сейчас расскажу, и другие паучки, это Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр, они появятся только в третьей части фильма, то есть в последней, может быть, полчаса. Я уже объяснял свою позицию на этот счет, я хочу, чтобы была личная история Человека-паука Тома Холланда, Питера Паркера в киновселенной Марвел, если они уж сильно хотят добавить Spider-Verse, я, конечно, не против, я бы сам с удовольствием его увидел, Тоби Магуайр возвращается, Эндрю Гарфилд возвращается, это столько новых возможностей дает киновселенная, и не только, и, конечно, я этого хочу, тем более старые злодеи возвращаются, но нужно сделать это так, чтобы это не мешало фильму о Человеке-пауке 3. То есть, да, в качестве тизера, пожалуйста, делайте сцену после титров, пожалуйста, с удовольствием, я руку плескать там буду в зале, или где я буду смотреть, наверное, в зале, надеюсь, надеюсь, все пройдет. 15 декабря портал The Illuminerdi сообщил, что Уильям Дефо и Томас Хейден Чорч находятся в переговорах насчет ролей в Человеке-пауке 3. Напомню, они играли Зеленого Гоблина и Песочного Человека, соответственно, во франшизе Сэма Рэйми. Но самое интересное, что эти новости якобы начали чуть подтверждаться другими инсайдерами. Дэниэль РПК, которому вроде и можно верить, а вроде и нельзя верить, потому что он много всего написал, но вроде это и начинает подтверждаться, а вроде и нет, непонятно. То есть он настолько много уже информации по Человеку-пауку вывалил, что теперь в этом нужно копаться и разбираться, что годно, а что негодно. Но тем не менее, он вчера заявил, что они уже официально подписали договора и типа официально присоединились к касту, просто якобы это еще не объявили всем людям подряд. Откуда он это знает, непонятно. Несколько дней назад в своем подкасте инсайдер Скайлер Шулер, который специализируется на новостях у Дисней, рассказал, что Sony Pictures и Marvel Studios продлили сделку по Пауку. И теперь Том Холланд будет и дальше играть Человека-паука еще несколько лет вперед. Напомню, что в 2019 году Sony и Дисней рассорились, и сделка была разорвана. Но позже был подписан новый договор, который продлевал сделку на несколько лет вперед, и, судя по всему, еще новое обновление добавит несколько фильмов Тому Холланду в его копилку. Но от Дэниэля РПК в этот же день вчера появилось дополнение к этим новостям, которое стоит разобрать. Во-первых, по поводу костюмов. Он сказал, что некоторые злодеи, которые присоединятся, получат новые костюмы, некоторые злодеи останутся примерно с предыдущими. То есть, Песочный Человек и Доктор Осьминог, они в трилогии Сэма Рэйми выглядели, ну, супер канонично. То есть, максимально канонично и реалистично, как это можно. А Осьминог это, я вообще хочу, чтобы его не меняли, потому что ты смотришь на этот фильм в 2000-х годах сейчас, и ты понимаешь, насколько это сделано качественно и на года, на века. Вот, поэтому я хочу, чтобы они остались вот так же, как они и были. Может быть, какие-то мелкие изменения, чтобы, ну, слегка их освежить. А в целом они выглядят супер канонично. Но другие злодеи, например, такие как Электро из нового Человека-паука 2, они получат новый дизайн, более современный и более близкий к комиксам. То есть, они будут выглядеть... Ну, то есть, Электро не будет выглядеть, скорее всего, как чистая энергия, как в высоком напряжении, а будет выглядеть как комиксный Электро. Ну, вот, например, как вы видели в игре Человек-паук для PlayStation 4. Примерно такой образ с легкими изменениями. И если сейчас четко разложить карточки, вот эти карточки героя и злодеи Человек-паук, то дофига уже злодеев паучьих как-то складывается в киновселенной, и спокойно можно уже делать Зловещую Шестерку, что очень давно хотели сделать Sony. И Эми Паскаль, которая продюсирует и до сих пор фильм о Человеке-пауке в киновселенной Марвел, занимается их разработкой, она вот в недавнем интервью, то есть, год назад сообщала, что Зловещая Шестерка будет и с теми злодеями, которые сейчас есть в киновселенной. То есть, Мистерио, Стервятник, Скорпион, который вот появится в третьей части, и кто там еще добавляется. То есть, и, кстати, вчера начали по Твиттеру гулять почему-то тоже какие-то такие анонсы и намеки на то, что Веном, неизвестно какой, правда, Веном или Тома Харди, или Веном с Человека-паука 3, тоже появятся в Человеке-пауке 3. Короче, я вообще не понимаю, что уже происходит, сколько там будет персонажей, и как будет выглядеть сцена. То есть, уже есть арты, примерные такие наброски, но это же вообще какое-то безумие, и так делать нельзя. Мне бы хотелось видеть, чтобы это был какой-то завершающий... Кстати, это вполне может быть завершающий кадр третьей части Паука. То есть, в каждом фильме мы видели, что фильм завершается каким-то супер-клиффхенгером. Как, знаете, сериалы делают, типа, что за... И вот так в каждом фильме, типа, what the fuck? И на этом фильм заканчивается. В первой части он надевает маску, и тетя Мэй его видит, на этом фильм заканчивается. Это плохо обыграли, как мне кажется, во второй части. Вторая часть заканчивается тем, что его вообще раскрывают личности. Типа, Питер Паркер, Человек Паука, он такой, what the fuck? И на этом заканчивается фильм. И третья часть может закончиться еще большим. То есть, видите, клиффхенгеры нарастают. Сначала тетя Мэй узнала? Окей. Узнал весь мир? Окей. Теперь еще и злодеи придут. То есть, он может увидеть, что порталы появляются, откуда вылезают различные злодеи, и он такой, what the fuck? И уже дальше будем разбираться с этим, что и как. Ну, в Докторе Стрэнджи 2, судя по всему. Вы только представьте эту странную сцену, если появятся два Венома из двух разных вселенных. Вот это будет реально что-то необычное. Ну, хоть один Веном, я надеюсь, прицепится к Паучку, и мы наконец увидим симбиотический костюм, хотя бы, в качестве камео. Это было бы круто. Оставляйте в комментариях свое мнение, конечно, что вы думаете по поводу мультиверса, и я знаю, что люди разделены на несколько лагерей, кому-то это прям очень дико заходит, и они хотят все видеть, что предложат. Некоторые люди говорят, что нет, вообще ничего не надо, а некоторые, типа, вот примерно как я, то есть, ну, в конце окей. Но не портите весь фильм этим, потому что, ну, это будет вообще выглядеть как какая-то мишура с кучей новогодних вот этих игрушек в виде злодеев и мультивселенной. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, пока!